Ваш дом все к лучшему. Город Бугульма, улица Ленина, 145 и Гашика, 13. В эфире программа «Объектив». О самом важном и актуальном для Бугульмы корреспонденты программы и я, Марина Колесникова, расскажем прямо сейчас. Главные темы выпуска. По-домашнему уютно. Руководитель исполнительного комитета в гостях в детском приюте Елк-Ин. Работа ведется, дает свои положительные результаты. Лучшие в республике. Как сдать ЕГЭ по математике на 100 баллов? Целенаправленно шла к этим 100 баллам. Не просто магнитола и две колонки, аудиосистемы которой вызывают восхищение. Нужно оценить и любить качественную акустику. В переводе с татарского языка слово «Елк-Ин» означает «огонек». Огонек домашнего очага в детском приюте Елк-Ин согревает тех, кто обделен теплом родительской любви. В гости к елк-Инцам приехал руководитель исполнительного комитета Ленар Закиров. Ленар, почта, я так. В приюте Елк-Ин очень гордятся своей территорией. Здесь несколько площадок. Есть игровые и учебные зоны. Они украшены различными сказочными фигурами, статуэтками ручной работы. А вот у спортплощадки вид не очень приглядный. Забор из бетонной стены портит весь вид. Вот эта вот стена смущает бетонных. Мы пытаемся облагородить ее своими рисунками. А давайте, может быть, там какой-то привлечем каких-нибудь, я не знаю, граффитистов. Было бы лучше даже замечательно. Это вот мечта просто. Руководитель исполкома Ленар Закиров, осмотрев комнаты, где живут дети, остался доволен. Здесь к домашнему очень уютно, сказал он. Такую красоту создают сами воспитанники. Они в свободное время занимаются ручной работой. Изготавливают подделки из папье-маше бисера. Хендмейт всегда ценился. Он всегда будет в цене. Хороший хендмейт. Поэтому, ну это супер. В детском приюте Елк-Ин проживают 33 воспитанника. Они требуют особого отношения. По словам специалистов, 90% из них вновь возвращаются домой. Педагоги делают для этого все возможное. Работа ведется, дает свои положительные результаты. На данный момент проводим реабилитационные мероприятия. То есть это работа психолога. С привлечением психологов отделения социальной помощи семье и детям. С привлечением психолога миллениума. Самому младшему ребенку 3 годика. Самому старшему 14. Они на днях вернулись из спортивно-оздоровительных лагерей. Сейчас делятся впечатлениями и вновь собираются на отдых. Уже на вторую смену. Там увлекательно. Игры были. Развлечения всякие были. Развитие есть. Приюте Елк-Ин любит говорить о том, что мечты сбываются. Недавно здесь поставили теплицу. Дети с удовольствием выращивают огурцы и помидоры. Мечтают о собственном фруктовом саде. Его хотят развести на участке позади здания. Этот вопрос руководитель исполкома Ленар Закиров предложил решить с попечителями приюта. Встречу с ними запланировали на ближайшее время. Руководитель исполкома района Ленар Закиров в неформальной обстановке встретился с представителями СМИ. Журналистов больше интересовали личные вопросы. Расширенный сюжет о пресс-конференции смотрите сегодня сразу же после выпуска новостей. Вдали от городской суеты руководитель исполнительного комитета Бугульминского муниципального района с журналистами говорили именно о ней. Многовековой, многонациональной, родной Бугульме. Ленар Рустамович Закиров родился и вырос здесь, в этом маленьком провинциальном городке. Притяжение родной земли оказалось сильнее притягательности столичной жизни. Слова нашего первого президента, где родился, там пригодился, так как там мне очень серьезно эта фраза запала в душу. И вот я нисколечко не жалею, что я сюда вернулся. Хотя мои коллеги и по работе в Казани, и друзья, и родственники, конечно, меня отговаривали, потому что говорили, что это безумие. Наоборот, все уезжают из маленьких городов в столицу, а ты берешь и возвращаешься к себе на родину. Я совершенно потрясен и, наверное, даже опьянен чувством безумной радости, что я вернулся домой. Впервые за всю историю проведения единого государственного экзамена в Бугульме выпускница второго лицея получила 100 баллов. Всего по Татарстану 100 балльников трое. Наша съемочная группа встретилась с учителем, который подготовил ученицу и был удостоен нагрудного знака за заслуги в образовании. Татьяна Журавлева собирается на работу в школу и немного переживает. После получения нагрудного знака за заслуги в образовании коллеги ее еще не видели. По традиции к ее приходу накрыли стол. Сама же Татьяна Александровна принесла к чаю торт. Жаль, что рядом нет выпускницы Оли Гебадулиной, говорит она. Благодаря ее 100 баллам в ЕГЭ по математике Бугульма в этом году прославилась как город, где растят будущих лобачевских. Это очень целеустремленная девушка, которая целенаправленно шла к этим 100 баллам. С восьмого класса она уже дополнительно занималась по математике на отрабатывании части С. Тот, кто знает математику, вся сложность у нас как раз таки в части С. И это ей помогло с восьмого до одиннадцатого класса дойти до таких высоких результатов. В год математики ученики Татарстана преподнесли своим учителям неожиданный подарок. Сразу три стобальника. Одна из них в Бугульме. Оля Гебадулина стала первой за всю историю сдачи ЕГЭ по математике. Ее уже зачислили в Московский физико-технический институт. За свой успех она признательна родной школе и учителю Татьяне Журавлевой. Сложилась мощная, творчески работающая команда учителей математики. Результаты неплохие, они нас радуют. Но есть еще и резервы и, конечно же, есть направление более серьезной работы. Это в первую очередь олимпиадное движение. Так что есть где надо поработать. Подводя итоги года математики в Татарстане, Министерство образования вручило лучшим школам республики сертификаты на оборудование для кабинетов математики. Бугульма и здесь сорвала большой куш. Этот подарок получат пять школ города. Мы надеемся, что будет два кабинета персонально за 100 баллов. Ну, хотелось бы еще получить один кабинет. Выпустив свой первый класс в лицее номер два, Татьяна Журавлева готовится принять новое поколение. Ее коллеги уверены, что она сможет вырастить еще не одного стобальника. Бугульминская команда Матсаунд Клаб достойно представила наш город на зональном этапе российского чемпионата по автозвуку. Соревнования прошли в набережных Челнах. Среди 70 экипажей из Казани, Чебоксаров, Самары, Уфы и Оренбурга Бугульминская команда заняла второе и третье места. С победителями встретилась Айгуль Шарафеева. Самый громкий автомобиль Бугульмы у Андрея Титова. Это определили на зональном этапе всероссийского чемпионата по автозвуку в набережных Челнах. Чтобы принять участие в соревнованиях, хозяин машины прошел большой путь. Андрей – энтузиаст автозвукового спорта. Часами, днями, годами проникал в самую суть автоакустики. И вот он – победитель в самом сложном классе – бас-экстриме. Сила громкости в буфере – 144 дБ. В этот раз я поехал, за сезон провел большую работу. Помогали ребята с Матсаун-клуба Бугульма. Два брата мне помогали. Собрали машину. И в категории «Экстрим» занял второе место. Самая высшая категория по звуковому давлению. Увидеть и услышать выступления бугульминцев на соревнованиях смогли и их земляки. Акустическая борьба шла между профессионалами своего дела. Бугульминцы смогли не только показать, но и доказать, что они владельцы лучших аудиосистем. Это соревнование, которое собрало самых, наверное, продвинутых спортсменов по Волжье. Потому что было около 70 экипажей, которые приехали из Казани, набережных Челнов, Нижникамска, Уфы, Чебоксар, Оренбургской области. Пока у нас нет первого места, но третье и второе места бронза и серебро уже есть. Разобраться в автозвуке непросто, говорят специалисты. Это целая наука. Чтобы это понять, это надо услышать. Это не просто магнитола и две колонки. Даже когда стоишь рядом с автомобилем при включенной аудиосистеме, волосы становятся дыбом. Что уж говорить о мощности звука, находясь в салоне. Специалисты, которые создали эти шедевры, называют себя профи. Я вообще с детства занимаюсь автозвуком. У меня такая любовь именно к караудио. Сколько там дыцб? По замеру 144,1. Но можно и побольше снять с них. То есть надо стараться как-то двигаться дальше. То есть планы большие? Ну да. За 150 с плюсом, как минимум. Бугудминская команда Мэтт Саунд Клаб в автозвуке не новичок. Каждый год участвуют в различных соревнованиях. Любители качественного и громкого автозвука совершенствуют свое мастерство и осваивают новые технологии. Приглашают заняться этим и бугульминцев для создания своего собственного автомобиля с домашним кинотеатром. Для того, чтобы вступить в нашу команду, нужно большое желание. Нужно любить свой автомобиль. Нужно оценить и любить качественную акустику. Правильный, качественный звук. В принципе, большого труда после этого не составит. Прийти к нам, зарегистрироваться. Я думаю, хватит уже бабушек по ночам беспокоить большим басом. Если кто-то готов представиться на большом давлении, нужно выезжать на соревнования и там показывать свою крутость. А пока спортсмены готовят автомобили к новым состязаниям и планируют провести аналогичные соревнования в Бугме. Компания «Просто окна» – официальный спонсор информационных программ «Объектив» и «Исхар». Закажи окно и получи подарок. Город Буглема, улица Гафиатулина, 28, телефон 2-11-20 и 4-33-11. Это были новости нашего города. Все самое интересное и актуальное смотрите в программе «Объектив» по понедельникам и четвергам в 17.30 и 19.30 на телеканале ТВ-Центр. Будьте в центре событий. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова